100 по всей стране и 40 в одной Риге. Столько школ не соответствует критериям качества современной средней школы. Всего в стране 313 средних школ. На пороге больших перемен, считай, каждая третья школа. Так что же готовит школьникам и их родителям Министерство образования? Но сначала о текущем положении дел. Вот статистика. За последние 10 лет с 2005 по 2015 год. Красная линия – это число учеников. За 10 лет минус 100 тысяч школьников. При этом расходы на образование остались практически на том же уровне – 6% от ВВП. Это оранжевый столбик и 16% от общих расходов бюджета. Прямо-таки золотые школьники. При том, что учить некого, учителей меньше не становится. В каждой второй школе на одного педагога приходится только 9 школьников. К примеру, средний показатель соседней Эстонии – более 15 учеников. Как следствие и жалобы на низкие зарплаты. В прошлом учебном году каждый третий учитель получал от 600 до 700 евро. И только каждый десятый педагог зарабатывал более 800 евро. В результате школы не могут привлечь молодых педагогов. Такой вот комплекс проблемы решить, по мнению Карлиса Шадурскиса, его поможет оптимизация. Что же он предлагает? Анастасия Дьяконова продолжит. Качество среднее и результаты средние. Так система образования описывает Яны Стурлайс, экономист-географ и автор исследования Министерства. Только вот платим за него немало. В пересчете на душу населения в полтора раза больше, чем в среднем по Европе. Общее финансирование школ – около полутора миллиарда евро в год. Слишком много школ, слишком мало детей, говорит эксперт. Это отображается на зарплате учителей. И как мне коллега из Великобритании сказал, из-за вот такой вашей политики, сети школ, ваши учителя вынуждены ехать в ту же самую Великобританию на заработки, только работают там не учителями, а посудомойщиками. По плану Министерства процесс оптимизации школ пройдет в два этапа. За это время планируют реорганизовать примерно каждую третью среднюю школу. Их не обязательно закроют, некоторые объединят или сделают основной или начальной. Чтобы выбрать, кого закрыть, а кого нет, Министерство предложило критерии современной средней школы. Первый – число детей. До 2019 года в средних школах должны быть как минимум две параллели. И как минимум 150 учеников. Исключение – места, где в радиусе 25 километров нет другой школы. Там в средней школе может быть 60 учеников. К 2023 году критерии будут еще более жесткими. К этому времени будут три группы школ. В четырех больших городах – Риге, Далгов, Пилселье, Пае и Елгове. В средних школах должны быть три параллельных класса и 225 учеников. В остальных городах – 150. И для исключения мы также повысим потолок. И здесь минимально 75 учеников с 10 по 12 класс. Какие регионы смогут позволить себе маленькие и средние школы, еще будут обсуждать самоуправлениями. Второй критерий для учебных заведений – это качество образования. И здесь будут брать во внимание отношения результатов централизованных экзаменов в основной и средней школах. И критерий качества в данном случае будет важнее. То есть маленькая и средняя школа с хорошим результатом сможет сохранить свой статус. Третий критерий – инфраструктура, разнообразие программ и оборудование классов. Другой вопрос – каким образом эти критерии для школ будут прописаны в законах. Если мы посмотрим закон о самоуправлениях, то там есть пункт об автономных функциях, в которые входит и образование. А если мы посмотрим всю остальную нормативную базу, которая касается образования, то здесь уже фигурирует и государство. А значит, везде, где речь идет о качестве образования, это касается и самоуправления, и государства. По подсчету министерства, реорганизация средних школ позволит учителям рассчитывать на прибавку в 45%, то есть на ставку в 1000 евро. Но главное, говорят в министерстве, реформа должна улучшить качество образования. И реорганизация должна завершиться к 2023 году. Тогда же будет готово и новое содержание образования. Над чем сейчас работают в министерстве.